Всем привет! Меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Gamebrick, канал первого в России музея моделей из LEGO. Сегодня у нас обзор журнала. Обзор журнала LEGO Nexonite. Первый выпуск журнала, 2016 год. Меня уже просили сделать обзор этого журнала, и как только я увидел его в лайках, сразу же купил. И себе оставлю, поскольку здесь не просто журнал, но еще есть какая-то лимитная фигурка ланса. Ну и с вами поделюсь, естественно. У меня открыт еще журнал, еще не смотрел, что там внутри. Хотя руки чесались, он уже у меня два дня лежит вот такой запечатанный. Давайте, давайте поскорее его откроем и посмотрим, чем нас удивят издатели. Вот этот журнальчик. Стоил он, по-моему, 250 рублей. В принципе, не так и дорого, учитывая, что здесь есть классная мини-фигурка. Ну, пока я ее только видел на картинке, но сейчас мы с вами это все откроем. Открываем журнал. Сначала, естественно, посмотрим сам журнал, а то вы сейчас посмотрите мини-фигурку и ролик не будете смотреть. Скажете, ну и у этот журнальчик. Так, вот он. Логотип Лего Некса Рыцари. Прям вот на ярком месте. Клей тут стоит. Храбрейший из рыцарей Клей. Храбрейший из храбрых. Потрясающий комикс, какой-то на 16 страниц. То есть, по всему, весь журнал это один большой комикс. Два плаката. Джестер Книга Монстров. Это достаточно стандартный плакат, этот хитрый. Внимание, Атака Огненных Монстров. Комикс. Оригинальная мини-фигурка Лего Ланс. Книга Монстров. Новинка. Да, рекомендована розничная цена. 235 рублей. Крутая игрушка. Ланс, красавец, рыцарь. Отлично. Прям крутая игрушка. Ну, начинаем. Легенда Найтона. Найтон Королевство Высоких Технологий, в котором царят мир и гармония. Ну, читать я, наверное, это не буду все. Я думаю, сами поймете. Найт для себя я потом прочитаю. Вместе мы сила. Если не умеешь читать по-английски, просто запомни. А вот, кстати, прикольно. Некса. Читается как Некса. Найт рыцарь. А Некса Найт. Некса Найт это мы рыцари. Клей. Короче, всем надо запомнить, что Некса Найт это рыцари. Так, что здесь еще есть? Добро пожаловать в мир. Некса рыцарей. Содержание. Что это? Бумажный журнал? Круто. У нас Найт они таких давно не найти. Зато у нас есть куча мощной техники. Без нее не обхватись. Нам надо защищаться от огненных монстров. Твой Клей. Забавно. Комикс. Прямая связь. Крутейшая игрушка. Поймай бота. Боты оруженосные шнурят повсюду. Забрались они в журнал. Сможешь найти тех четырех, которые спрятались на наших страницах. Короче, ребята, сейчас буду листать. И вот надо найти таких четырех монстров. Ботов. Че ж я ботиков называю монстрами. Герои Найтона. Здесь краткая характеристика всех пяти рыцарей. Да, все-таки Мейси можно назвать, что она рыцарь. И в конце концов-то дали щит помахать. А это вроде как считается, что они рыцари стали. Клейм Муррингтон, Айрон Фокс, Аксель. Просто Аксель, голодный гигант. Ланс Ричмонд и Мейси Хальберт. Принцесса. Прям мощь, красота, прожорливость. 180. Крутизнание у нас 7. Храбрость 100. Сильные стороны. Ну да, это так почитай. Здесь первый журнал. Здесь, наверное, много чего. Да, ну их. Да, ну их этих героев. Лучше иди к нам на страницу 20. Хар-хар-хар-хар-хар. И Шустрик тут советует сразу куда-то перейти. Интересно, будет здесь какой-нибудь щит новенький? Было бы забавно заиметь какой-нибудь щит. На халяву, которых у меня нету. У меня, кстати, 96 щитов. Интересно, сколько у вас. Итак, если кто-то как-то будет это все читать. Вот, собственно, сам комикс. Если хотите на паузу поставить, мы, естественно, сейчас не будем это смотреть. Автор Жан Динтер. Иллюстрации Комикон. В общем, авторы комикса. Прямая связь. Однажды поутру король Хальперт прогуливался по замку. В тронном зале его ждал сюрприз. В тронном зале боты плазмы ему поставили. Да. В общем, такой вот комикс. Кабум! И Джестер куда-то свалил. Ошибка данных? О нет, изображение одного из монстров в хранилище в базе повреждено. Да, здесь сложно. Здесь надо подобрать всякие изображения. Где настоящие враги, кричит Таксель. Или хотя бы еда. Так, это продолжение. Да, это продолжение комикса. Что это? Фортрекс. Фортрекс, рыцарь. Мне все-таки интересно, будет ли какой-нибудь щит или нет. Папа с дочуркой тут о чем-то разговаривает. И опять комикс. Это опять? Ну, читать это я потом все почитаю. Так, давайте. Ланс Ричмонд. Твоя игрушка. Показатель крутизны. Мы долго размышляли, пришли к выводу. Раз этот номер первый, то подарок к нему должен быть особенный. А кто подойдет для такой роли лучше, чем Ланс Ричмонд? Ну, кстати, это намек на то, что, возможно, в следующих журналах фигурки вам не светят. Будет грустно. Будет грустно. Прям фотография на фигурке. Круто. Дорогая, красивая и модная лава, отталкивающая броня. Кстати, бронька такая, но вот мы еще не начали смотреть. По-моему, такая же бронька была у этого, у Робина. Поймает чудище. А здесь лабиринт. А здесь просто лабиринтик. И плакат. Вот такой вот плакат один. По Нексо Рыцарям. И давайте я вырву, раз такое дело, чтобы посмотреть, какой плакатик с джестером. И вот такой вот плакатик второй. Какой бы вы повесили себя? Вот, конечно, такую штуку я не очень хотел бы по ночам видеть. Идя там, не знаю, в санузел или к холодильнику, увидеть такую чудилку, не очень-то и хотелось бы. Не шибко она такая располагается. Хотя здесь она тоже есть. Жалко, что просто с рыцарями нету. Вот у меня на стенке висит там просто с рыцарями. Он мне больше нравится. Ну, давайте пойдем дальше. Мистер Несовершенство. Оригинал, копия. Что, 7 ошибок? Ну, здесь тупо искалка. Найди отличие называется. Ну, я найду хоть одно, нет? А вот я одно нашел. Здесь этой штучки нету, здесь есть. Ну, ладно, вы можете поставить на паузу поискать, если хотите. Какая-то залипуха. Я что, так вот сходу только одно нашел. Ну, да ладно. Напишите в комментариях, где еще. Злодеи Найт, она. Вот, кстати, информация о злодеях. Тоже основные герои. Предводитель монстров. Обзорная колесница, которую я так и не сделал. Спаркс. Спаркс не самая яркая, скромная коллекция. Да, к тому же он воняет. Ну, ничего, такой огромный сильный, что, в общем, классно. Он как раз вот в колеснице Джест Рейс. Вот сам Джестра. Там книжка монстров вредная. Шустрик, Молтор. Вот этот. Так, что дальше? А дальше у нас продолжение комикса. Ну, комикс действительно длинный. Прямо сквозь весь журнал. Часть вторая. Все идет, идет. Я все интересно, будет ли здесь какой-нибудь щит новый. Но, но, но поудивите меня. Дайте мне новый щит. Для моей игрушки. Рыцари вперед. Короче, чем-то он зарядился. И сейчас их, сейчас он накидает. Тут и Мэйси. И Аксель. В общем, вроде как, все, выполнено 100%. Загрузка истории. Конец. Конец. Типичный Спаркс. Пять ошибок. Здесь тоже надо искать пять ошибок. Вот Клея. Присылай свои рисунки. Что-то тебе понравилось на журнал. Оцени его. Кто самый крутой из Лекса Рыцаря. Кто самый опасный враг Лекса Рыцаря. Откуда ты узнал о журнале? Кто купил тебе журнал? Я сам на карманные деньги. Да, я его купил сам на карманные деньги. Сколько людей, кроме тебя, читает этот журнал? Не забудьте учесть родителей, бабушек, дедушек, братья, сестры, читателей. Сколько читателей, ребята? Вот сколько будет просмотров, столько будет читателей. Насколько, вероятно, порекомендую журнал друзьям? Ну, конечно, пятерку. Я его всем рекомендую. Классный. Поделись своими мыслями. И вы принимаете участие в розыгрыше призов. Кстати. Кстати, 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 кстати. Такой пришли еще номер. Да, можно поучаствовать. Можно попробовать выиграть приз. Возраст. Вова Голубев. Возраст 36 лет. Буду мальчиком. Забавно. Забавно. Ну и ладно. Так, что дальше-то у нас? Встречай второй номер. Что в втором номере, интересно? Во втором номере у нас будет летающий конь Ланса. Да, ребят, придется мне и второй номер брать. На дороге кони Ланса не валяются. Там будет два постера, аксель. Эксклюзивная игрушка Лего. Ну вот один щит, но это стандартный щит. Вырежу фигуру по пунктирной линии. Продел в верхнюю часть отверстия. Теперь можешь повесить картину на стену. Понятно. Здесь Ланс и Аарон. Да, что-то прям эксклюзивных щитов я не нашел. Поймай бота. Так тут подсказки не считаются. Не будем смотреть. Все, журнал посмотрели. Классный журнал. Комикс я потом почитаю. А сейчас я открою суперэксклюзивную фигурку, которая встречается только в этом журнале. Итак, вскрываем. Прям анпекинг. Давай-давай. Вализантинг. Ну вот, голова улетела. Так, вот голова. Давай-давай-давай. Ай, бутылка приклеилась. Так, что-то многие еще на броньку. Что-то не вытащить это ничего. Так, вроде бы все, да? Вот таким вот образом мы открыли этот пакетик. Так. Ну, я думаю, я смогу собрать его. Ну, классно, да? Лего. Не обманули. Уникальная фигурка Лего. Бронька здесь, в отличие от обычного ланса, как видите, такая не с красными вставками, а обычная. Два выражения лица. Такое вот. И второе вот такое. Оставим, пожалуй, такое. И прическа. Отличие от обычных фигурок в том, что здесь нету шлема. Ну, это и хорошо, и плохо. Хорошо, что это уникально. Плохо, без шлема он менее четкий. Ну, вот такая вот фигурка. Вот она. Круто. Дадим ему копье. Нет, надо пику ему собрать. Ему надо собрать пику. Жалко, здесь кружка этого нету, как в обычных наборах. Пригодилось бы. Так, пика. И стол с едой. Хотя стол, конечно, больше для акселя подходит, но... Бутылка с рыцарским лимонадом. Естественно, рыцари пьют только лимонад. Как эту штуку-то положить? Что-то я не знаю, как ее положить. Просто пусть лежит. Такая вот бутылка. Чашечка, бокал, небольшой столик. И этот, и круассан. Не знаю, как круассан запихнуть сюда. Все, пусть на бутылке лежит. Вот, вот что мы имеем за небольшую стоимость журнала. Действительно, первый номер крут. В первом номере вам сразу попадается ланс. Это реально здорово. Просто великолепно. Во втором номере будет его коняка. То есть, ну реально, за небольшие деньги. Сколько он там? 250 рублей, 240 стоит. Просто фигурку вот получили. А потом еще и коня его получим. Так потихонечку, потихонечку. Те, у кого нет возможности, они у всех, она есть. Покупать прям большие наборы. Могут вот, могут хотя бы одну фигурку ланса получить. Ну и плюс комикс почитать. И журнал там интересный для ознакомления. Вот такие вот пироги с котятами. На этом я с вами буду прощаться. Ставьте лайки. Напишите, пожалуйста, стоит ли делать обзоры на такие журналы. На какие еще журналы вы хотите увидеть обзор. Журналов же много всяких выходит. И вообще, что вы думаете? Какая ваша любимая мини-фигурка? В общем, напишите много чего интересного. Я с удовольствием почитаю. Чем больше комментариев, тем веселее делать видосики. Все, до скорой встречи, ребят. Всем счастливо. Всем пока. Все вы большие молодцы. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok